Вопрос-ответ, да, такая дискуссия, чтобы у нас не лекция, у нас свободный разговор, так что я знаю, что вы все готовили сложные вопросы, сложные вопросы готовила и я, безусловно, вчера вечером, Дмитрий Юрьевич. Ну давайте с самого начала начнем, Дмитрий Юрьевич. У нас тут мероприятие, курс молодого бойца, информационный фронт. Мы с вами уже не первый раз встречаемся на эту тему, уже съездили на форумы в Самары, говорили об информационном фронте. Вот что такое вообще информационный фронт для вас? Это вот стиль жизни или это все-таки вот какое-то отношение спецопераций происходящей? И считаете ли вы себя бойцом информационного фронта? И когда он для вас стал фронтом? Живу давно, родился, вырос в Советском Союзе. Там нам непрерывно объясняли, что у нас кругом враги. А потом вдруг, когда Советский Союз закончился, стали объяснять, что никаких врагов нет, а вокруг друзья. Но чему с детства научили, от этого отучить нельзя. Все равно для меня все равно все они враги. Для меня очевидно, что они все время замышляли гадости. Вот 30 лет вокруг смотрим с падения Советского Союза. Враги, враги, безусловно. А некоторые граждане орут, они друзья, они научат нас хорошему, они добро нам несут. Ну и вот в 1922 году внезапно прозрели даже самые тупорылые. Даже этим стало понятно, что же это за друзья. Эти самые друзья тратят примерно по 5 миллиардов долларов в год на идеологическую обработку населения Российской Федерации. Как-то так получилось. Неужели чему-то хорошему они нас учат и к чему-то хорошему зовут? Многим, опять-таки, по причине отсутствия мозгов, кажется, что да, к хорошему зовут. И хорошего нам хотят. А на самом деле сейчас они уже не таясь про это говорят. Им надо ровно одно. Им нужны ресурсы. Россия как таковая им не нужна. Население, то есть мы, им не надо, ну вот ничего не надо, отдайте ресурсы бесплатно. Не хотите отдавать так, отнимем силой. Ну и война ведется со всех сторон. Вот на Украине сейчас ведутся горячие боевые действия, в информационном поле ведется информационная война. То есть, с моей точки зрения, она со времен холодной войны в Советском Союзе и не прекращалась. Прекращалась, не прекращается и сейчас, только обретает наиболее суровый накал. Раньше такого не было, как сейчас. Ну, считаю ли я себя бойцом, ну не знаю, да, я их сильно не люблю. Они меня не любят. Вот когда начали, вот в какой момент началась ваша борьба, как бойца, что стало для вас стартовой точкой? Ну, у нас коммунизм закончился, начался капитализм. При капитализме, точно так же, как при коммунизме, работают СМИ. Только коммунистические СМИ, они принадлежали государству. И, несмотря на идеологические перекосы, они исключительно хорошего для нас хотели. А нынешние СМИ нет. Капиталистические СМИ принадлежат совершенно конкретным хозяевам, которые отрабатывают совершенно конкретные задачи. Кто не знает, 72% СМИ, обрабатывающих Российскую Федерацию, принадлежат американцам. Для многих, наверное, открытие. Ничего хорошего американцы для нас не хотят. Надо ли этому как-то противостоять? Ну, я не знаю, если ты гражданин родной страны, если ты родной стране желаешь чего-то хорошего, да, обязательно надо противостоять. Можешь сам, делай сам. Можешь в группе, делай в группе. Как-то так. Вот вы просто сказали, враги и друзья. Как стоит делить, где грань находится? Как определить, что он враг, а это друг? И второй вопрос, последующий. Как вот относиться к уехавшим и что с ними делать, когда они вернутся? Начну с конца. То есть уехали разные. Часть, я бы, ну, большая часть мужиков, которые убежали, они просто боятся мобилизации. Вот они от мобилизации убежали. Хорошо это или плохо, с моей точки зрения, их выпустили специально. То есть это так называемый протестный электорат. То есть те, которые готовы выбегать на улицу, что-то там свергать, куда-то бежать. Вот они в стране в напряженное время не нужны. Они все уехали, их больше нет. Тут протестовать, по большому счету, некому. Очень рамотно выпустить. Я считаю, что да. Надо ли их пускать обратно, если они не нарушали закон. То есть ты же свободный человек, у нас свободная страна. Можешь ты границу пересечь? Можешь, да. Ну, уехал. Хочешь вернуться? Ну, возвращайся. Если ты себя ничем не запятнал, например, как некий там Борис Гребенщиков, который публично заявляет, что он выступает на концертах в Берлине, где там собрали 12 миллионов евро, и они все пошли в помощь вооруженным силам Украины. Вот Гребенщикова не надо назад пускать. Больше скажу. Если вот персонажи такого калибра, которые открыто выступают против Российской Федерации, говорят всякие гадости про ее вооруженные силы и про нас, мне первонаперво непонятно. У нас капитализм, а значит, бить надо по самому больному, по кошельку. Мне непонятно. А почему песни этого Гребенщикова крутятся на российских радиостанциях, там диски какие-то в магазинах продаются, недвижимость у него тут есть, с которой он деньги получает. Вот это все надо отмести по закону, подчеркиваю красным, только по закону. Если же гражданин никаких пакостей не делал, бывает, человек оступился. Коллектив должен привести его в чувство. Вернулся обратно? Да, давай. Если хочешь вернуться обратно, вот какой-нибудь, я не знаю, там этот деятель искусств, давай, заходи в родную страну. Но при этом ты не выступал. Да, 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 давай, заходи в родную страну, вот тебе камера, вот микрофон, рассказывай, как ты родину любишь. Рассказал, да, теперь деятельно начинай родину любить. Например, помогай фронту и тылу. Не хочешь? Сейчас мы с тобой поговорим по-интересному. То есть, по сути, поддержка России в текущей ситуации, и вот это вот и есть грань. Ты поддерживаешь свою страну? Естественно, да. И я повторяю, это не просто я поддерживаю страну. Нет, давай рассказывай, давай помогай. Помогай. Перечисляй деньги, отправляй грузы, помогай мирным, помогай военным. Да, вижу, вижу, любишь родину, да, молодец. Правильно сделал, что вернулся. Нет, мы с тобой по-другому поговорим. Должно быть только так, никак по-другому. А вот все-таки мы тут про бойцов информационного фронта и про блогеров. Вот расскажите, вы все-таки знаете, почему так популярны такие проекты, как Дудь, Эйдельман, Непознера. Они сами себя создали, либо это все-таки чей-то проект, как это вообще работает и как на это реагировать вот сейчас? Стоит ли это смотреть, стоит ли это нашим патриотическим блогерам комментировать, стоит ли им как-то противодействовать их, рассказывать, что вот они неправы, вот отвечать им на это или что-то стоит? Ну, приведу пример. То есть как это, самостоятельно работает или не самостоятельно? Совсем недавно, в прошлом году у меня был канал на Ютубе. На канале было 3 миллиона подписчиков. Я, в общем-то, взрослый дяденька, мне 62 года. У взрослых дяденек не бывает таких каналов по 3 миллиона подписчиков. Это очень-очень много. Занимаюсь я им только сам на свои собственные деньги. Вот я все делаю строго сам. У меня нет никакой ни государственной поддержки, ни бизнеса, ничего. Я сам себе бизнес. Я как крокодил гена работаю сам собой и на этом зарабатываю деньги. Вот. И вот я, например, выпускаю ролики. Я их выпускаю ежедневно, много. Вот выпускаю ролик. Если ролик пользуется, так сказать, интересом, вот я его, ну, ориентировочно где-то в час дня вешаю. И если до 22.00 он соберет больше 100 тысяч просмотров, 100 тысяч просмотров, это значит, ролик попал в тренды Ютуба. То есть порог вхождения, ну, 100 тысяч за 12 часов. Это порог. А если выходит ролик у Юры Дудя, там, ну, если смотреть на график, то видно, что вот, вот идет вот прямая, так сказать, на графике, а на ней вот такой шип торчит в миллион просмотров. Ну, то есть для всех, для всего российского Ютуба 100 тысяч – это попадание в тренды. Там третье, пятое, первое место. 100 тысяч. А тут вдруг миллион. Как это у тебя так получается? Достигается несколькими способами. Например, если правильный способ. Например, чтобы много посмотрели, надо позвать некоего персонажа, сильно известного. Например, там, какой-нибудь Никита Сергеевича Михалкова. Или, боже упаси, рэпера Моргенштерна. Это страшно популярные персонажи, на которых придет очень много зрителей. Можешь ли ты их сам заманить? Нет. Заманивает их коллектив. Который тебя организовал, тебя на место ведущего посадил и тебе этих гостей подгоняет. Это не хорошо, не плохо. Это просто вот так организовано. То есть это контора работает, а не один какой-то персонаж. Это все нормально. А далее существуют способы накруток. Как легальные, ну в смысле одобряемые, так и не сильно. Можно заплатить денег за то, чтобы тебя побольше пихнули здесь, пихнули там. А можно заплатить денег китайцам. Если ты смотришь, откуда просмотры, то, например, если треть из Китая, то как-то, мягко говоря, странно это у тебя получается. Ну а если еще дальше, то поскольку YouTube четко работает под руководством ЦРУ, то там сидят специальные люди из спецслужб, которые накручивают то, что надо разведслужбам США, оптимизируют просмотры. И которые пессимизируют просмотры, например, таким, как я. Вот у меня, например, там десятилетия смотрят по, ну условно, 500 тысяч просмотров за сутки. Всех роликов, которые есть у меня на канале. 500 тысяч. И 15 тысяч подписчиков в месяц. 10 лет подряд ничего не меняется. А потом раз и прилетела ракета в украинское ЦИПСО. Это Центр психологических операций. Прилетела ракета и приготовьтесь. Там просмотров сразу стало 3 миллиона в сутки. Как это так? Вчера было 500, а теперь 3 миллиона. Как это так? А подписчиков стало, опять приготовьтесь, 10 тысяч в день за сутки. Как это так? То есть если 15 тысяч за месяц, то это за 4 года у тебя наберется миллион. А тут за месяц 300 тысяч. Что нам с этим делать? Ничего, это чужой. Ютуб это чужой ресурс, которым управляют чужие люди. Когда известный экстремист Леша Навальный выкладывает какое-нибудь свое идиотское расследование, и у него 100 миллионов просмотров, а столько нет русскоговорящих, которые смотрят вот этот бред на протяжении двух часов про какие-то комнаты грязи и прочее. Их просто физически нет. Получается, вот у меня, например, выключено автоматическое воспроизведение роликов. То есть если я включил какой-то ролик, и он закончился, то дальше ничего не воспроизводится. Только если это не Леха Навальный. Потому что если выключено автоматическое воспроизведение, дальше тебе автоматически будет показывать Леху Навального. Я думаю, что все видели. Кто это делает? Ютуб сразу автоматически возникают эти вот ролики, которые... Да, ну в этом печаль. А Ютуб, он чужой, он американский. Это главный канал идеологического воздействия. Надежда на Рутуб у нас есть? Есть. Он стал сильно лучше, но тем не менее не догоняет пока. Я надеюсь, сделают. Ну там смешно, конечно. Ютуб открыли в 2005-м, Рутуб открыли в 2006-м. То есть это абсолютно одинаковое время развития. А почему вы не сделали то же самое? Не надо придумывать ничего. Воруй. Лучший способ творчества – это воровство у других авторов. Воруй, делай у себя то же самое, и будет хорошо. Напомнили? Нет, не сделали. Ну теперь другой, так сказать, вопрос. Надо ли оказывать некое сопротивление? Ну вот этот самый Юра Дудь заснял совершенно бестолковый фильм под названием «Колыма. Родина нашего страха». Где у тебя есть страх перед Колымой? У меня нет. У меня, видимо, должен был возникнуть, когда я посмотрел этот фильм. Да, про Колыма у меня ровно один вопрос. Для того, чтобы всех, я это, извините, бывший милиционер, немножко понимаю, о чем говорю. Если ты хочешь человека расстрелять, вот где его расстрелять надо? Вот если ты его в Москве поймал и хочешь расстрелять, его в Москве надо расстрелять или отвезти на Колыму расстрелять? Доставка одного заключенного на Колыму в то время стоила 15 тысяч рублей. Это зачем? Ну, если кровавый режим всех расстреливает тысячами и сотнями тысяч, то, наверное, лучше здесь стрелять. Зачем вы их туда возите? Дальше давай разберемся. И как много их туда отвезли? То есть надо делать разбор. Да, у Солженицына написано, что миллион человек на эту самую Колыму. На Колыме, Порт Ванина, там два парохода было за все время так называемых сталинских репрессий, два парохода маленьких. Навигационный период два месяца. Расскажите, сколько вы туда смогли завезти? Где этот миллион, обещанный Солженицыным, которых там убили? Ну, по документам туда 40 тысяч человек за все время репрессий завезли. Дальше у меня еще вопрос. Советский лагерь – это промышленное предприятие. Там валят лес, добывают руду, еще чего-то там. Вот у вас 100 человек, которые должны выдать вот такой план. Если вы их всех застрелили, а кто лес-то рубит и шахту копает? Никто. А если там всех расстреляют? А начальника лагеря за такое не расстреляют? Нет, за чушь вообще. То есть там не выдерживает все это. Мы еще документы не трогаем. А вот Дудь уже там нагородил. 10 миллионов просмотров сразу. Мы с Климом Александровичем Жуковым осторожно потрогали этот трехметровый палкой. И немедленно у нашего ролика миллион просмотров. То есть мы запрыгнули на шею Дудю и заехали в рай благополучно. Надо ли заниматься разоблачением? Да, надо. Это вот вопрос к нашим, кажется, ребятам. Стоит ли именно на это реагировать и у себя в каналах раскрывать фейки? Обязательно. Обязательно надо. Потому что туда, вот в этот ролик вложено огромное количество денег и усилий на раскрутку. И если ты к этому присоединяешься, так сказать, с разоблачением в хорошем смысле, да, и твой ролик благополучно посмотрят. Спасибо, Юрий Дудю, за миллион просмотров. Молодец. Присоединяемся к успеху и противодействуем, в общем. Так что все запомнили. Давайте все-таки тоже вернемся к теме Украина. В этом родились, Дмитрий Юрьевич. Вот ваши рекомендации все-таки и по вашему мнению, с чего там все начиналось? На Украине. В какой момент там все-все это начало начинаться, и почему к этому всему пришло? Все-таки там такой же народ, как и мы, там такая же историческая память, как у нас. Был. Такие же, да, там так же ходили бессмертные полки, там абсолютно все то же самое, что у нас. Вот в какой момент это началось? Почему это только начало так сильно развиваться? И почему мы не противодействовали это? Потому что настолько это все читаемо, все эти методички шарпа просто берешь, там, да, как проводить революции. Вот один к одному, один к одному. Почему мы игнорировали это и более того, с двухтысячных даже заигрывали с украинством? С моей точки зрения, мы были одной страной, я там родился на всякий случай в городе Кировограде, там родился и вырос, и даже долго считал, что я украинец, поскольку я там родился. Ну, такой я был, ребеночек, несмышленный. Вот. Мы один народ, то есть никаких сомнений лично у меня в этом нет. То есть украинцы, ну, кто такой украинец в нашем национальном фольклоре? Это такой крестьянин, это в первую очередь селенин, это не городской житель, крестьянин. Он страшно сообразительный, жутко хитрый и очень прижимистый, смешной такой, прапорщик настоящий. Гоголевский персонаж такой. Да, 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 здесь притырить, тут припрятать такой вот скопидом, очень расчетливый туда-сюда, все, собственно говоря. А есть другие, но это украинцы, которые основную часть Украины заселяют и говорят по-русски, безо всяких этих, по-русски. Я, ну вот, я когда там жил, мы украинский язык учили в школе, начиная со второго класса. Это так, это так зажимали национальную культуру. Все иностранные языки в школах научили, начинали учить с пятого класса, национальный, украинский учили со второго. Хочешь ты, не хочешь, это никого не интересует, будешь учить. Я, когда там жил, я все прекрасно понимал, как говорят. Но я жил посередине, то есть Кировоград, это вот под Киевом прямо посередине. А есть западные области, где это ближе к Польше и Венгрии, там туда-сюда. И там сельские диалекты. Вот они не похожи, там вообще ничего не понятно. На Украине не понимают, что они говорят. Непонятно, что это такое. Вот там, да, там люди не такие. Это вот области, которые ближе к Польше. Львов, Ивано-Франковщина все эти. Вот это нет. Волынь, они на нас не сильно похожи. Их перед началом Великой Отечественной к нам присоединили. Ну вот они не похожи. Да, тут бесспорно. Но все остальное, это один народ и одна страна. То есть это была изначально бомба заложенной, замедленного действия? Да, они люди специфические. Вот есть Сицилия, там не будем углубляться. Сицилию 2000 лет там сплошные оккупанты. И там финикийцы, римляне, греки, французы, испанцы, викинги. Какой сволочи только на Сицилии не было. И местные люди, которые живут. Они никогда не соприкасались с государственной властью, потому что она все время менялась. И это всегда были чужаки. И они никогда не решают вопросы с помощью органов власти. В полицию обращаться нельзя. Все вопросы решаются внутри себя, вот сами по себе. Из этого выросла сицилийская мафия. Это лучшие преступные организации на планете Земля. Потому что исторически так сложилось. Ну а на Западной Украине исторически так сложилось, что там образовались нацисты. С самого вообще гнуснейшего и зверского толка. Образовались они с помощью австрияков во времена Австро-Венгерской империи. Это они целенаправленно древний римский принцип. Разделяй и властвуй одних натравить на других и пользоваться результатами. Вот нацистов они там холили, пестовали. К началу Великой Отечественной войны с нацистами там был уже полный порядок. На Западной Украине их еще и немцы пришедшие начали натаскивать и использовать в своих целях. Когда мы войну победили, то они ушли вместе с отступающими немцами. В промышленных количествах украинские нацисты ушли на Запад. После чего мигрировали в США и в Канаду. И там благополучно варились до начала 90-х годов. Где их опять-таки холили и пестовали Соединенные Штаты Америки. А когда развалился Советский Союз, всю эту сволочь привезли обратно. Вся эта сволочь начала напитывать страну нацистской идеологией. То есть в чем заключается любой национализм, он же нацизм. Только в рассказах о том, я лучше тебя. Почему? Потому что... Ну как в анекдоте. Знаешь, как сидят на рынке армянин и грузин. Сидят, молчат. Армянин сидит и говорит, армяне лучше, чем грузины. Грузин молчит. Он тут увидит. Армяне лучше, чем грузины. Грузин наливается злобой. Армяне лучше, чем грузины. Грузин взрывается. Ну чем они лучше, чем грузины? Вот весь национализм. Я лучше тебя. Почему? А вот я такой. Другого цвета, другой язык, другая национальность. Я лучше тебя. Все сказки про какой-то хороший национализм, они только до тех пор, пока вот эти хорошие не начнут убивать тех, кто им не нравится. А это, так сказать, закономерный итог. Ну и поскольку все это там происходит под контролем и управлением Соединенных Штатов, которые столетиями упражняются на Южной Америке в организации всяких там сволочных этих протопартизанских движений, и пр, и др, эскадроны смерти, это все у них любимое. Все диктаторские режимы Южной Америки, созданные под руководством Соединенных Штатов, вот они внутри столетия упражнялись, как угнетать, разделять, убивать, пресекать. Теперь привезли все это на Украину. И в результате вчерашний один народ, там, ну это же совсем недавно было, когда даже по поисковикам было видно, что 83% запросов на территории Украины, 83% они на русском языке, потому что этот язык для них родной, на нем разговаривают дома. Нет, вы на нем говорить не будете, мы навяжем. Как так вот можно вот так прям взять и стереть, вот генетическая память, ну вот мой дед там штурмовал, да, битва за Днепр, ну вот что, как это стереть, как это забыть? Ну вот так, это сугубые иллюзии, что вот нельзя сделать так, чтобы весь народ рехнулся. Можно, вот перед нами, вот пропитанные идеями нацизма, вы хотя бы объясните мне, вот чем ты лучше меня-то, всем. Вот мы пойдем в Евросоюз и будем жить богато, у нас будет пенсия по 10 тысяч евро, мы будем жить богаче, чем вы, а вы будете лизать нам сапоги, мы тут запануем, вы будете лизать нам сапоги, а мы будем над вами смеяться и жить богато. Там была идея, да? Какая идея? Европа давала им идею, Европа давала им надежду. Ну вот, да, 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 ну вот, тебя поманили как осла, знаете, вот как картинка, где осел, у него на удочке морковка перед мордой висит, и он за морковкой бежит, морковка-то ближе не становится. Ну вот, поверили. Почему? Ну потому что вот уровень развития табуретки, обрати внимание, вот что у них там все время, вышиванка. Вот можешь представить, что мы с тобой на праздник, ты в кокошнике, а я в фуражке с лаковым козырьком, в сапогах и в косоворотке, можешь представить? Наверное, на День России можно себе представить такое. То есть это вот глухая деревенщина, это деревня, глухая деревня. Вот у меня хата, вишневый садок, там лечик на плетне висит, и вот я тут, свинка тут в сарае стоит. Это вот мечта. Национальная гордость. Национальная гордость, да, ты дурак. Ну вроде общество уже развилась, промышленность, машины, ракеты. Нет, это ничего не надо. Хата, вишневый садок, моя хата с краю, я вот тут красивый. Ну и куда вы там с такими мечтами уйдете? Вместо того, чтобы образование, промышленность и прочее, нет. Ну свели к идиотии, и надо им отдать должное. Они с удовольствием туда побежали. А те, кто не хотел бежать, всех заткнули. То есть когда у нас рассказывают, а что они там не восстанут? Вот мы сидим, а что они не восстанут? Ну попробуй. Вот ты пошел, например, вот ты говоришь, что ходили, вот вчера еще бессмертный полк. Вот ты пошел на марш бессмертного полка. На следующий день к тебе приедет полиция с вопросами, а ты зачем туда ходил? А ты знаешь, что это коммунисты? Ну на всякий случай. СССР это была коммунистическая страна. А те, кто воевал на войне, они воевали за коммунизм. Для многих это не очевидно. И верховный главнокомандующий, у них был кровавый палач Сталин, и он же коммунист. Ты знаешь, что это коммунистическое движение? Не знаешь, да? А с кем ты туда ходил? А с кем ты переписывался? А покажи переписку. Что там у тебя в ВКонтакте, в мессенджерах и прочее. И после этого ни на какие бессмертные полки. Ты больше уже не пойдешь никогда. И если к тебе приходит полиция, считай, что тебе очень сильно повезло. Потому что к другим приходят нацисты с теми же самыми вопросами. И тебя выведут из дома, и больше ты не вернешься. Ну и поверь, если пропадет кто-то один, то для ста человек знакомых это настолько серьезнейший сигнал. Подобными вещами не заниматься, закрыть рот и сидеть молчать. Ну а дальше вопросы, а что они там не восстают? Сам попробуй, я с интересом посмотрю. Ну у нас тоже многие пытаются, например, заниматься свержением государственного строя. Ну попробуй, вот как только тобой ФСБ, хотя бы МВД заинтересуется, не говоря про ФСБ. Попробуй, тебе два раза в глаза посмотрят, и в общем-то на этом вся твоя антигосударственная деятельность закончится. Ну вот, вот так. Там все очень и очень печально внутри. И теперь никаким переубеждением, еще и чего. Этим заниматься бесполезно. У них там кладбище до горизонта натурально, там уже сотни тысяч убитых. Сотни тысяч. Я чисто для справки. Когда-то Советский Союз воевал в Афганистане, и за 10 лет боевых действий на территории Афганистана Советский Союз потерял 15 тысяч человек убитыми. Я округляю, так сказать, за 10 лет 15 тысяч, полторы тысячи в год, грубо говоря. Американцы говорят, что сейчас украинцев убили уже больше 250 тысяч за год. Ну это катастрофа национальная. Это, между прочим, мужики самого, так сказать, продуктивного возраста, кому работать, жить, там что-то строить. А их уже убили, да. Ну если кто-то думает, что после этого они начнут нас любить, это большая ошибка. Нет, не будут любить. Вот это как раз вопрос у меня следующий. Как вот, нет сомнения, что мы победим, но как с этим жить дальше? Ну так. Какое у нас взаимодействие между собой будет? И что делать с украинским языком? Никто любить нас не будет вообще никогда. Про это вот это тоже такие остатки нашего советского мышления, что там братские народы, туда-сюда. Советский Союз закончился. Коммунистической идеологии, которая за это выступала, нет. Мы им никакие не друзья, и они нам никакие не друзья. Хочешь с нами жить, добро пожаловать, получаешь российское гражданство, тебя проверят, можешь учиться работать, если ведешь себя как приличный человек. Нет, будешь наказан. Либо с тобой побеседуют, либо ты сядешь просто и без затей. Не нравится, вали отсюда в свою Европу. Все, на этом разговор закончен. В настоящий момент у них, если я правильно помню, по европейским сведениям, 11 миллионов человек убежало в Европу. И вряд ли они захотят вернуться обратно. Ну, не захотят. И, по-моему, они очень даже неплохо там устроились. Не захотят и не нам. Нам они не нужны, вот эти люди. Как дальше жить? Ну, будем посмотреть. Пока на территории Донбасса до начала боевых действий там жило 700 тысяч российских граждан с нашими паспортами. 700, ну, это миллион, считай. Ну, сейчас, значительно больше, да. Вот эти люди хотят жить в Российской Федерации. Будут жить, пользуясь всеми правами и возможностями граждан Российской Федерации. И работать на страну. Если они говорят по-украински, да на здоровье. Говори ты на своем украинском языке. Хочешь на нем учиться, на здоровье учись, как в Крыму. Там совершенно спокойно. Хочешь учись на украинском, хочешь на татарском, хочешь на русском. Вопрос в другом. Если ты видишь свою жизнь внутри Российской Федерации, то приготовься. Вот в МГУ, например, это лучшее учебное заведение страны. Там преподают на русском языке. Нравится тебе это, не нравится. Посмотри на Соединенные Штаты. Там почему-то, сейчас пошучу. На мексиканском языке ничего не преподают. Строго на английском. Иди там во все эти Кембриджи, Стэнфорды, английский язык. Ну можешь своему ребенку забивать голову какой-то ненужной чушью. Вот этим сельским диалектом русского языка. На здоровье. Если ты дурак и будущего для своих детей не видишь. На здоровье. Давай. А если ты для ребенка хочешь каких-то перспектив, русский язык. Все. Вот так оно работает. Я повторюсь, я в детстве-то его учил. Да. И даже все понимал. Это теперь непонятно, о чем они говорят. Потому что они его перепридумали заново. Ну а зачем он нужен? Для чего? Это же вопросы. Как у нас вот рядом с Питером, Финляндия. Мы туда время от времени ездили раньше. И пьяные финны непрерывно вступают с нами в диалог. А ты финский язык знаешь? Ну, он вообще на наш не похож. Финский язык настолько странный. Ну, как раньше там выучил латынь. Значит, половина европейских языков тебе понятна. Там немецкий, английский, французский, испанский, итальянский. Понятно. А финский он вообще ни на что не похож. Просто другой. Знаешь, нет. А у меня встречный вопрос. А зачем мне его знать? Объясни. Вот мы с тобой по-английски говорим. А зачем мне его знать? Что у тебя там? Какая-то великая финская литература? Нет. Великое финское кино? Нет. А зачем его учить? Ну, расскажи. Для того, чтобы с этими лесорубами разговаривать? Ну, как-то странно. Чего я от тебя подчеркну-то? Ну, вот точно так же, как сейчас. Вот ты хочешь, так сказать, мировой культурой интересуешься. Какой язык надо учить? Ну, в первую очередь, английский. Не финский. Английский. Потому что на нем подавляющее большинство литературы полезны тебе для развития, образования, профессиональных интересов. А вы-то зачем? Зачем это надо? Это нехорошие объективные процессы. Вы просто никому не нужны. Ну, хочешь в деревню своей разговаривать? Разговаривай, никто не мешает. Вот. Вот коснулись уже темы Советского Союза и нашего наследия. У нас тоже недавно был форум с вами, посвященный 100-летию СССР. Вообще, в прошлом году эта дата отмечалась. Вот. И наша молодежь тоже обсуждала темы Советского Союза и наследия. Можете тезисно, что нужно взять оттуда и принести сейчас? Ну, сразу всех разочарую. То есть, любимый тезис про то, что недостатки сократятся и исчезнут, а достоинства возрастут и появятся новые. Это шутка. Это смешно и так не бывает. Как только у тебя исчезнут вот эти недостатки и сократятся, появятся другие. Организуются достоинства новые. Наши недостатки – это логические продолжения наших достоинств. Ну, вот такая диалектика в этом деле. Поэтому невозможно, как это любят рассказывать, мы возьмем оттуда хорошее. Да, вот хочется простой формулы, которая решит все проблемы. Да, да, да. Возьмем хорошее, а плохое не возьмем. Ну, и… Вот движение первых, да, запустилось. Новые пионеры. А что вы хотите оттуда взять хорошее? Вот, например, было бесплатное образование. Это хорошо. Вот у меня есть знакомые, у которых по три высших образования. Три бесплатных. Во-первых, я не понимаю, зачем. Ну, зачем это тебе? Во-вторых, ни один из них, ни по одному из этих трех образований не работает. То есть ты занимал чье-то место, ты получал это самое образование бесплатно, на тебя государство тратило силы и деньги, а в результате ты никак этим не пользуешься. Ну, спасибо. А вот вопрос цензуры. Следует ли вернуть цензуру? Цензура. Нужна ли цензура? Смотря в чем она выражается. Либо достаточно просто вот отслеживание чего-то такого, что противодействует нашей стране, вот то, что сейчас в последнее время за что сажают и привлекают. Она при капитализме работает не так, как нам казалось в Советском Союзе. Вот это печатаем, это не печатаем, это выпускаем, это не выпускаем, потому что вот это мы считаем это плохо. Тогда коммунистическая цензура, она была абсолютно правильная. Вот абсолютно правильная. Просто получалось, что государство к гражданам относится как к детям малым. Вот оно сразу говорит, вот это тебе фильмы с убийствами какими-то там, вот какого-нибудь ганнибала-лектора, там, людоедов, насильников. В Советском Союзе такого просто не было. Вам это не надо. Совершенно правильно с одной стороны. Правда, когда Советский Союз кончился, и мы оказались перед всем этим, разину форты, не способны отличить повидло от другой коричневой субстанции. Сожрали все, отравились, заболели, с горем пополам приходим в себя. Нужна ли цензура? Ну, если у нас, например, в стране снимается кино, кино у нас все абсолютно снимается на государственные деньги. Должно ли государство заниматься оценкой того, на что оно дает деньги? Вот я достаточное количество лет состоял в экспертном совете при министре культуры, где занимался оценкой пригодности сценариев на государственное финансирование. Ну, вот тебе дают сценарии читать. Ну, большинство же дрянь откровенная. Вот на них денег не дадут. Цензура ли это? С точки зрения авторов, да. Вот прочитали, им не понравилось, я вот тут сорвал покровы, а вы, твари, мне денег не дали. Вы не поняли мой высокий. Да, с его точки зрения это цензура. А с точки зрения государства, оно заказчик. Это как-то, знаешь, вот прихожу к портному, хочу зеленый костюм вот в красную полоску. Ну, портной посмотрит на тебя, как на идиота. Это стоит вот в два раза дороже. Да, у меня есть. Ну, давай, сошьют тебе. Какие проблемы? Ты же заказчик, ну, так и тут государство заказывает. Что касается цензуры, например, в интернете где-то, ну, она и сейчас у нас работает, только она не цензура. Она, это все на основе законодательства. Если ты публикуешь некие экстремистские материалы, ну, как, я помню один персонаж, в ЖЖ писал, что на центральных площадях городов надо поставить печи и в этих печах сжигать ментов заживо. Кто-то его где-то обидел, он вот такое предложение выдвигает. Во-первых, я тебе уверяю, масса граждан с этим согласится. Действительно, ментов надо сжигать. Это никаких сомнений не будет. И заживо желательно. В печках на центральных площадях. Я, как бывший мент, сразу интересуюсь, а евреев случайно не надо сжигать в печах заживо, чтобы все видели. Ну, не поверишь, и с этим некоторая часть согласится, но эти уже промолчат. Публично они такое не говорят. А ты зачем говоришь? И как ты считаешь, ты за свои слова должен ответить? Да, должен. Сядешь на пять лет вот за такие заявки и всем остальным как-то подобное говорить расхочется. Ты же дурак. Ты представляешь общественную опасность и тебе нельзя давать говорить. Цензура ли это? Нет. На мой взгляд, просто нормальное действие закона. А то, что, как мне кажется, имеешь в виду ты под цензурой, оно теперь по-другому работает. Запретить в интернете ничего нельзя. Можно только задать направление. Другое совершенно. Вы вот гадости говорите, а мы будем хорошее говорить. А мы будем задавать тренды. Не вы. Вы вот со своими помоями сидите там в углу, а тренды задавать будем мы. А мы будем стремиться к чему-то хорошему, высокому, светлому и доброму. Вот так правильно. Вот это хороший тоже вопрос. У нас много об этом говорят. Ребята, как делать так? Это, конечно, прям очень слишком прямой вопрос. Как делать так, чтобы это хорошее хотелось читать? Как делать так, чтобы это светлое хотелось смотреть? Потому что зачастую, ну, как все знают, хлебозрелищ, побольше мяса и жести какой-то, тогда это смотрят. А как делать так, чтобы просветительский контент у ребят, исторический контент у ребят, вот и делать его вкусным? И вот. Тренироваться надо. Во-первых, если молодежь, надо найти для себя некие образцы. А давайте сразу образцы. Вот все ребята спрашивали, дайте нам образцы. Не дам, я образец. Да, все? Больше ничего сказать не могу. Бегайте, ищите. То есть, когда тебе подсовывают готовые, это тебя расслабляет сразу. Дайте еще. Что, тебе сложно, что ли? Да, это не вопрос сложно, не сложно. Это ты сам должен найти. Как это есть идиотская калька с английского, как ролевую модель. По-русски это называется пример для подражания. Есть масса нормальных людей, которые рассказывают интересные вещи. Не идиоты, которые там, как это теперь называется, какие-то трэш-стримеры, еще чего-то. То, что привлекает максимальное внимание. Дайте 10 рублей, я вот тут сожру что-нибудь на камеру. А или меня там палкой по башке стукнут. Или еще, что все дают 10 рублей, вот дурак, смотри, что он там вытворяет. Ну, страшно интересно. К такому стремиться не надо. Если ты хочешь что-то хорошее, ищи. Читай книжки. Например, есть серия книг отличная. «Жизнь замечательных людей». Почитай, чего люди жили, вот как они жили, чего они хотели, к чему стремились и каким образом это у них происходило. Как люди жизнь свою строили, которые добились каких-то там общественно-политических условно-успехов. Что там, какой-нибудь Бенджамин Франклин, вот что он делал, чтобы таким стать. Или какой-нибудь Авраам Линкольн. Или, боже упаси, дедушка Ленин. Или еще страшнее, товарищ Сталин. Сегодня годовщина. Да, да, да. Вот что они такое делали, и как они жили. Ну, сделай из этого какие-то выжимки, извлечения. Посмотри, что ты лично об этом считаешь на этот счет. Как тебе это видится. То есть, это люди, которые, ну, как тот же дедушка Ленин, это люди, которые вообще перевернули мировую историю. Например, дедушка Ленин, можно сказать, своими руками изничтожил мировую систему колониализма, сокрушив всех колонизаторов. В Африке, в Южной Америке, они за это до сих пор цепляются. Они форму колонизации перепридумывают, переделывают. Но заслуги дедушки Ленина перед народами всего земного шара неизмеримы абсолютно. Мы сейчас пытаемся продолжить это дело, я так понимаю. Да не совсем, но что-то хотим, наверное, да. Дело-то нужное было. Хорошо ли это, когда колониализм? Ну, посмотрите на Африку. Вот как там. Есть такая хорошая фотовыставка, называется World Press Photo, мировая, где публикуют фотографии ежегодно публикуют фотографии журналистов. Именно не высокохудожественные произведения, а такие репортажные съемки. И вот, я помню, там за 11-й год, по-моему, там серия фотографий, как в Африке браконьеры убили слона. Убивают ради бивней. Слона убили, бивни отрезали, бросили и ушли. А туда прибегают местные крестьяне, негры из соседней деревни. Там подробно расписано. Вот, посмотрите, серия фотографий. Вот убитый слон. И они его распатронивают, этого слона, на мясо. И в конце, последняя фотография, от него остается только темное пятно на земле. Они его всего сожрали, этого дохлого слона. А там подробно описывают, что у этих людей даже нет стальных ножей. Они ножи делают из ведер. То есть ведро, представляете, жестяное там, порезать на полосочки, заточить, и вот это, а, сожрали слона, зачем? Есть нечего. Б, у вас даже ножей нет. И это после сотен лет европейской колонизации, да, это вот так вот вы туда принесли демократию, свободу. Построили ПТУ, в которых негры учатся, из которых они потом пойдут на заводы, да, которые вы построили. Построили техникумы, где мастеров готовят, институты, университеты, промышленность развили. Нет? А что вы там делали? Воровали ресурсы, а негров продавали в рабство? Ну, понятно, почему вы так хорошо живете. Вот какая замечательная Бельгия, которая в бельгийском Конго убили, по самым минимальным подсчетам, убили 10 миллионов человек, негров этих самых. Зато вот в Бельгию поедешь, брюгге там, антверпены, такая красота, такие шоколады вкусные, там туда-сюда. Это же все на крови, на костях построено. Чего вы нам про нашего Сталина рассказываете? Вы на себя лучше смотрите. А к нам вообще не лезьте. Есть чем заняться. Например, истории рабовладельчества. Материалу непаханное поле. Кстати, актуальная тема, ребят, да, присмотритесь к этим темам. Все-таки прикладной вопрос. Вот у ребят есть готовые проекты. Насколько реально вот им стучаться таким людям, как к вам, допустим, чтобы вы поддержали каким-то образом их, подойти к вам рассказать. Насколько доступны такие люди, как вы? Если оно интересное, оно интересно всем, не только мне. Как надо преподнести информацию так, чтобы было для вас понятно, емко и зацепило? Ну, прислать, дать посмотреть, все. Все всем понятно? Я поклясться-то не могу, что все мне интересно. Нет, нет, поклясться ни в коем случае. Просто вы как раз именно, потому что ребята боятся стучаться таким людям, как вы, как к другим блогерам. Они думают, что им сейчас откажут или даже не посмотрят, проигнорируют. К этому надо привыкнуть. Знаете, есть такие курсы пикапа, многие, наверное, слушали, где мальчиков в основном учат, как с девочками общаться. Мальчики вообще туповаты, будем откровенно. У мальчиков лобные доли мозга до 25 лет растут, в этом печаль. Но многие после 25 лет так и не умнеют. Вот. В чем смысл, базовый смысл этих самых курсов пикапа? Есть такая талантливая исполнительница, Муся Татибадзе, может, слышать, мальчик, мальчик, ну что же ты стоишь? Не упускай свой шанс. Зачем же ты стоишь? Мальчикам это надо объяснять. После этого мальчику... И девушке тоже. Да. После это эти, как их, ну, поскольку ты подросток, в тебе бурлит гормон, гормон бурлящий плохо сказывается на работе мозгов. Ты не можешь холодным, змеиным взглядом на все смотреть, вот как дедушка, в котором не бурлит гормон, к сожалению. Очень. Ну, вот он мешает работе мозгов. Тебе дают конкретное задание, иди на Невский проспект и возьми телефоны, вот сто человек, девчонок, подойди и попроси телефон. Типа давай пообщаемся, дай телефончик, созвонимся, встретимся. Сто человек. Вот ты сто человек ходишь и спрашиваешь. Первое, ты давишь в себе боязнь. Пошлют тебе, конечно пошлют. Сто человек пошлют. А человек 10, это очень большой результат, 10 человек, а человек 10 и даст телефон. Ну, обычно, кстати говоря, да, вот 10% отрабатывает этот результат. А когда по телефону звонишь, то 1% считается хорошо. Так называемые в бизнесе, так называемые холодные звонки, все нормально, да, с человеком надо разговаривать, надо его убеждать. А как по-другому? Жизнь человеческая, она только из общения состоит. Если ты не умеешь общаться, это совсем плохо. Курсы пикапа, они как раз полезные, да. Дальше вот, давай уже разговоры какие-то разговаривать, как человека заинтересовать. Оно ж, ну, необходимо по жизни вообще. Я, конечно, не советую всем бежать, записываться на курсы пикапа, но вот. Аналогия понятна. Техники полезные, да. За спрос денег не берут. Ну да, этот отказал, к другому обратись. Ничего сложного в этом нет. И вдогонку к этому, есть еще, как это юные блогеры называют, так называемые коллаборации. Это ужасное слово просто. Коллаборанты. Нацистские коллаборанты. Я, кстати, первый раз это услышала, когда приехала в лагерь Таврида, и мне говорят, мы сделали такую коллаборацию, а это находится в Крыму недалеко от тех мест, где как бы все раздрыли. Я говорю, ребят, давайте мы слово коллаборации использовать не будем. Странная любовь к иностранным словам. Это же от слова labor, то есть труд. Co. Это совместный труд. То есть по-русски называется сотрудничество. Но коллаборация сразу видно, что я умнее всех. Я такие слова знаю хорошие. Ну, просто, да, вот это, по крайней мере, крымская память историческая про коллаборантов. И вот сразу, по крайней мере, крымчане там плохо воспринимали. Не знаю, даже если про что-то побеседовать, типа вот там я сижу с одной стороны, творец с другой, а я задаю вопросы, а он бодро отвечает. Даже это полезно, можно и такое. Но там опять-таки надо уметь разговаривать. И это ключевое. Говорить надо тренироваться все время. Да, все, учимся, ребят. Все, давайте про кино. Мы начали говорить про наше русское кино. Посоветуйте, вы все-таки такой суперспециалист в наших фильмах, и не наших тоже. Какое наше хорошее отечественное кино есть, потому что все его постоянно хаяют, говорят, у нас ужасное кино, отвратительное, смотреть невозможно. Какие последнее кино вышло? И я знаю, что вы недавно были на премьере «Вызова». И как вам вот это? Ну, наше кино действительно отвратительное. Оно просто плохое. Это люди профнепригодные, просто-напросто. Для многих открытие. При капитализме кино снимают для того, чтобы заработать денег. А вот эти вот рассказы, ну, зритель не дорос до моих фильмов, чисто как незнайка, не доросли вы еще до моих стихов. Да сейчас, не доросли. Ты дурак, тебе сказать-то нечего. Плохо объяснил, да. Да не, может, у тебя мыслей никаких нет вообще. Это никому не интересно вообще. Они, представьте, чем они в основном занимаются, наши творцы? А. Употребление наркотиков, Б. Беспорядочные половые связи. Ну, если вы вот про это снимаете кино, в чем вы эксперты, я в этом не сомневаюсь. Ну, про это, наверное, нормально, да. Как там у тебя хорошее и плохое есть еще? Ну, пойдем. Вот такое кино. Давайте про хорошее. Какое-нибудь хорошее кино есть. А тут вдруг они про войну начинают кино снимать. Вот мы тут, я недавно принялся смотреть такой отечественный сериал «Ликвидация». Считается у нас шедевром. Я когда-то служил в уголовном розыске, что за идиот это писал и снимал, но я потом посмотрел, это та же тетенька, которая писала сценарий для художественного фильма «Адмирал». Ну, тут все понятно, сразу отпустило, да, все понимаю. Но оно плохое, оно просто плохое. Считается легендарным. Да, да, если вот это у вас хорошее, я боюсь спросить, что же у вас плохое тогда. Ну, вот такие люди, им как-то не очень. Тут ситуация-то совсем печальная. Когда рухнул Советский Союз, у нас остались творцы советские, типа Никита Сергеевич Михалков, Ильдар Рязанов там и все остальные. Ни один из них не снял ничего заслуживающего внимания со времен падения Советского Союза. Нет ничего. Выскочил на свет один гражданин Балабанов. Ну, и тот, к сожалению, помер. Царство небесное. Других как-то не народилось. И вот чего-то такого, чтобы вот сказать, обязательно это посмотри, вот его практически нет. Но появляются отдельные вспышки. Вот в прошлом году я, например, посмотрел сериал под названием «Вампиры средней полосы». Прекрасно. У нас тут есть представитель Смоленска. Отличный, да, смешной, бодрый. Вот вампиры, с одной стороны, это же как «Сумерки», там все остальное. С другой стороны, это наши вампиры, смоленские, добротные, там, ну, весело, с юмором, все как надо. Даже второй сезон посмотрел, он менее веселый, конечно. Ну, тоже смотреть можно. Ну, вот нормальный, да. А когда там две недели назад пошел, посмотрел художественный фильм «Вызов», где наш хирург летает в космос лечить нашего космонавта. Ну, я безо всяких иллюзий, ну, я опять какая-нибудь дрень безумная. Ну, вот мы с Данилой вдвоем, Данила меня, насколько, на 20 лет моложе, мы вдвоем просидели, не отрываясь, просмотрели. Хорошее, бодрое кино, отличные шутки, и где надо смешно, где надо грустно, без претензий. Это никакой не шедевр кино, это просто нормальный фильм, нормальный, где тебя ничего не... Ну, может раздражать, что там все время, как космические дела, там все время с Богом, ну, с Богом, с Богом. А потом у космонавтов наши вот такие кресты. Ну, поскольку я с этими космонавтами лично знаком, могу авторитетно сказать, у них и по жизни эти кресты висят, и это непридуманное. Ну, да, люди верующие. Такое тоже бывает, вы не поверите. Кино от этого хуже никак не стало. Я посмотрел с удовольствием, ну вот, бывает и такое. Его даже на Запад не стыдно продавать. Там нормальные приключения, бодрый экшен, идиотские шутки, все как надо. В общем, мы идем в кино, оно сейчас идет как раз, мне кажется, в кинотеатр. Обязательно надо сходить. Что вот отдельно меня поразило, у нас же как, если там начальники какие-то, как в ликвидации, например, там все время истерика. Если начальник, это обязательно истерика. Маршал Жуков приехал в Одессу, истерика. Начальник уголовного розыска, истерика. Главный вор, истерика. И все все время визжат, заламывают руки. А тут, вот, начальник Роскосмоса, начальник ЦУПа, два угрюмых мужика. Машков все время курит, там сцены курения, страшно опасные для вашего здоровья. И что ты делать будешь, там, застрелишься из наградного пистолета. Ну, шутки в таком стиле. Лучшая шутка в конце, извините, испорчу вам просмотр, когда космонавта спасли, сели. Машков открывает люк в этой капсуле, ну, вылезай. А космонавт спрашивает, ты что без цветов? Ну, ты ж не умер. Вот. Такие отличные шутки. Все смешно, все нормально. Я с удовольствием посмотрел. Надежда есть. Вспышки то здесь, то там, мелькают. В конце концов, они рано или по... Жалко, что это медленно происходит. Что, вот, хотелось бы побыстрее нормальных фильмов. Ну, вот, как-то так. А перед этим, например, посмотрел художественный фильм «Праведник». Того же персонажа Урсулика, который снимал ликвидацию. Вот, откровенная дрянь вообще. Ни о чем, ни про что. Настолько слабый, что руки опускаются. А считается, что это очень талантливый режиссер. Нет. «Праведника» смотреть не надо. Дрянь. Ну, вот, Брестская крепость, подольские курсанты. Брестская крепость хорошая, подольские курсанты нет. Надо что-то посоветовать ребятам, чтобы они посмотрели какое-нибудь хорошее отечественное кино. Вот, мне кажется, вот эти вот, кажется, угольниковые фильмы очень даже хорошо он совмещает историчность. Подольские курсанты не получились, к сожалению. Я как старый солдат. Не, не, ваше мнение вообще непререкаемое. Ну, это все-таки, кино, это больше нравится, не нравится кому-то. Вот все говорят, дрянь, а мне нравится. А вообще, в историческом кино, насколько нужно соблюдать вот факты, детальность и уходить в вот такую, в историю на продаже, да, вот такие любовные линии. Вот это вот самый, самый сложный всегда вопрос. Ну, для меня все время загадка. У меня есть друган, Клим Александрович Жуков, большой историк и специалист в области средневекового вооружения и боевых действий, костюма там и всякое такое. Вот мы с ним кино разглядываем, с одной, вот есть там два, так сказать, хороших примера. Вот есть такой вражеский сериал «Рим», два сезона, 20 серий, там, по-моему, не помню, 22. Вот. Там не совсем так, как было, в соответствии с историческими данными, которые мы имеем на данный момент. то есть там лет 12-15 могут уложиться в одну серию. Но драматургия выстроена так, что это у тебя все уходит на задний план. Неправильно пришитые пуговицы, там, это вот, нет, неинтересно, потому что кино, оно же про людей. Вот оно так должно быть? А? Оно вот так должно быть? Оно должно в себе сочетать. Вот про людей тебя настолько увлекает, что всякая фигня, она на задний план уходит, и тебя, почему-то у Шекспира в спектаклях можно было поставить табличку с надписью «Лес», и это всех устраивало, не надо никаких декораций, потому что вот межчеловеческие отношения, актерское мастерство, актерское мастерство подавляют и заменяют все. Вот у нас недавно был художественный фильм «Союз спасения» про декабристов. Кто-то догадался пойти в Эрмитаж, в галерею героев 1812 года и посмотреть, как ордена висят и ленты. Представляете, какая находка? Не какую-то дурь из башки придумывать, а посмотреть, как на самом деле, какие ордена на этих людях были и как они расположены. Радует ли это тех, кто смотрит кино? Вот по-моему, на зритель, вот мы с вами, например, не понимаем, но вижу, да, специалисты воют от восторга. Как хорошо сделано. Надо объяснять. Что мешает сделать хорошо, это ровно тех же денег стоит. Вот сделать хорошо и сделать плохо. Почему вы без внимания относитесь, почему у вас викинги ходят в одежде 15 века или в 15 веке ходят в одежде 11? Зачем вы это делаете? Позовите консультанта, помните советское кино? Там все время консультант, генерал-майор такой-то, тыры-пыры, никакого вреда не приносят. А потом уже беритесь за драматическую часть. И вот это вот в сочетании, когда правильный танк, правильный автомобиль, правильные пуговицы, ордена и есть хороший художественный фильм «28 панфиловцев», может, смотрели. Позвали реконструкторов, вот правильные советские солдаты и офицеры, правильные нацисты, правильные танки, ни у кого ничего, никаких сомнений не вызывает. Стало ли кино от этого хуже? Нет, только лучше. Вот так. Так, ну буквально я немножко еще вопрос позадаю, потом перейдем, вернее, в зал, потому что, я думаю, ребята тоже готовятся. Самая актуальная тема чат-GPT, нейросети. Давайте про вот это проговорим. Я буквально сама с этим столкнулась, я думаю, все уже попробовали чат-GPT. Кто из вас уже попробовал чат-GPT? Поиграться? Прекрасно. Я вот в своих личных целях тоже забила, напиши мне проект, посвященный историческому просвещению. И вот такой вот текст у меня за 10 секунд про исторический тур, посещение, текст структурирован, красивый, идеальный, просто прелесть. Второй пример у меня рассказан моими друзьями о том, что там парень пишет «Как написать девушке романтическое приглашение на свидание?» И там такая красота, что ни один мужчина тебе никогда в жизни такого тебе не скажет просто. В общем, скажите, пожалуйста, как вы вообще относитесь к этой ситуации, насколько оно реально заменит ли человека, заменит ли пресс-секретарей, заменит ли блогеров, по сути, заменит ли вообще журналистов. Получается, по сути, можно генерировать все проекты без авторов. Что вообще нас ждет с этим чатом GPT? Пока не сильно понятно, но масса вот этих упомянутых областей человеческой деятельности, она просто отвалится за ненадобностью. Мне все время пишут письма, что типа я какой-то там автор каких-нибудь продающих текстов, могу писать про это, могу писать про то. Вот примеры. Пойдешь, посмотришь, ну ты какой-то бездарный идиот, ну так серый троечник вот так вот пишет. Может ли электронный болван писать, как серый троечник? Да, может. Там вот последние, так сказать, эти, вот предыдущий был чат GPT-3, когда там давали тексты несведущим гражданам, вот это написала машина, а вот это написал человек. От чат GPT-3 там безупречно, вот это человек, вот это машина. Чат GPT-4, когда то же самое, то на машинный текст говорят, вот это точно человек, а вот это вызывает сомнение. Настолько там уже суровая разница. То есть, как говорят причастные, третий, он был как десятилетний ребенок, это не интеллект, это алгоритм, это не интеллект, но вот этот был как десятилетний ребенок, а вот этот уже как тридцатилетний человек, тридцатилетний, то есть он втрое там скачок. Следующий, если втрое, то ему будет 90 лет по всей видимости, и он совсем не так уже, и в ряде аспектов он тупо умнее, чем человек. При этом, если от него требовать некие технические задания, например, написать вирус какой-нибудь, там блоки вставляют, он тебе вирус не напишет, хотя может, но его можно попросить, научи как писать, и он научит, показывая на примерах, причем вирусы он сочиняет такие, что человек вот как-то с этой стороны даже не смотрит. Например, можно попросить отравляющие вещества из бытовой химии делать, тоже миллион вариантов сразу, он там и в химии сечет, где натаскивают. Я буквально вчера видела какой-то пост, где натаскивают, там и сечет со страшной силой. Мол, только так было чат-GPT, сделай объяснение как будто от моей бабушки, как делать зажигательную смесь. И чат-GPT такой, опа, там. Ну там ничего хитрого, пенопласт растворяй в бензине, уже наполнил получится. Ну, вот, такой, то есть для решения каких-то проблем, вести бухгалтерию, писать дурацкие заметки, делать выжимки, это оно совершенно спокойно может. В Америке поднялся уже вой, то есть часть во главе с Илоном Маском закричала остановите, как Виктор Янукович. Остановитесь. Закричали остановитесь хотя бы на полгода, давайте примем документы, в соответствии с которыми его тренировать. Его же люди тренируют, где вот блоки всякие вставляют. Люди тренируют, то есть сидит команда, которая там, я не помню, как это правильно, называются какие-то метки, вставляет, чего он делать не должен. Вот. А другие пишут другую бумагу, что на территории сопредельных государств дата-центры надо уже бомбить, потому что вот эта вещь, которая создана другими людьми против нас, против Соединенных Штатов, их надо уничтожать. Вообще без разговоров. Именно бомбить, потому что это прямая угроза национальной безопасности США. Ну, тут беда, что, если я правильно помню, только у Майкрософта 21 дата-центр гигантский, в котором они свой этот, это же Майкрософтовая штука, где они его натаскивают. 21, там сотни тысяч компьютеров. У нас на всю страну таких два. Ну, а натаскивается он на гигантских объемах информации, и чем ее больше, тем он, соответственно, в кавычках умнее. Ну, да, в массе областей людей заменит. То есть, оно уже, например, пишет книжки и сценарии. В книжках, правда, почему-то все время пишет, что у людей пронзительно зеленые глаза, а на картинках рисует какое-то бесконечное количество пальцев. есть какой-то такой единый образ всех этих картин. Да, оно уже похоронило всю стоковую фотографию, стоковая фотография, это вот стакан, очки, компьютер, клавиатура, ну, такая иллюстративная фотография, эту всю похоронило уже на раз, то есть, там, все безработы остались, и куда идти, непонятно, в фотошопе, там, в каком-нибудь, где тебе надо было фотку, там, ну, минимум 20 минут, имея 10 лет опыта за плечами, 20 минут ты ее будешь там в чувство приводить. Ну, это как с пресс-релизом. А тут на кнопку нажал, красота, 10 секунд, и вот тебе и пресс-релиз. Мультики рисовать умеет, и людей в кино уже рисовать умеет, и, в общем, чем дальше, тем больше. Масса народу останется без работы, ну, я так понимаю, что эти волнения, это на уровне, как когда-то эти ткацкие станки, которые лудиты, там, молотками ломали, потому что они уничтожают. Я помню, фотографию такой восьминитеатр или как раньше на математике митинг «Долой калькуляторы», «Долой калькуляторы», так вот, это примерно то же самое, наверное. Ну, и тут дополнение, так сказать, еще когда-то гражданин Гесиот говорил, что война, это отец всего, ну, естественно, то, что мы видим, это только отблески на стене того, чего они там делают в Пентагоне, то есть, это системы боевого управления и прочее. Вот это вот действительно опасная но и у нас тоже в этом направлении усиленно работают, так что нет, это знаешь, когда-то была такая программа «Звездных войн», которой Рейган пугал Советский Союз, что они выведут на орбиты лазеры и эти лазеры под названием «Экскалибур», как меч короля Артура, они висят на орбите над Советским Союзом и все ваши баллистические ракеты на старте сожжем, пока они на траекторию выходят, все сожгут из космоса, вашему Советскому Союзу кранты. У нас сначала переполошились, потом нашелся ответ, на орбиту выводится ведро с железными гайками, в нем тротиловая шашка, ведро взрывают, ваш спутник разнесен в клочья, все, ведро стоит три копейки, в отличие от вашего лазера. нас всех спасет. и тут. Да, тогда вернемся обратно к нашим бойцам информационного фронта, давайте ваши рекомендации, на какой платформе лучше нашим ребятам работать? Только на своих. Пока работает ютуб, надо резвиться на ютубе, но это чужая платформа. Здесь совершена жесточайшая идеологическая ошибка нашим государствам, когда мы все это к себе пустили. Вот коммунистические китайцы не пустили к себе ничего. У них есть своя разновидность ютуба, свои разновидности твиттеров, инстаграмов, фейсбуков, все свое китайцу не надо ходить наружу. Они не ходят, потому что есть все внутри страны. Но там еще иероглифы помогают, потому что к ним не зайти, если ты не китаец. У нас нет, не так. Мы зачем-то их себе пустили, ну вот начались боевые действия, мне вот канал закрыли, многим другим закрыли, еще больше закроют, а все в общем-то идет к тому, что наши перекроют этот самый ютуб, просто закроют и все. Ну можно будет смотреть через VPN всякие, но это плохо, неудобно, и я бы в общем-то, ну с одной стороны, если изготавливаете контент, то его надо хранить на территории Российской Федерации, там дома, я не знаю, винт какой-нибудь купить и туда все складывать, потому что если закроют ютуб, то чтобы у вас оно все осталось для залива на отечественные ресурсы. Лично я Яндекс и ВКонтакт, то есть вот в три места, ну у меня там 5000 роликов, то есть это очень много, вот, все перенес на отечественные ресурсы. Коллеги переносим. И когда закрыли канал на ютубе, то я думал, как домик ниф-нифа из дерьма и палок вот снесет вообще все, а оказалось, что количество просмотров упало на 30% всего-навсего, был, грубо говоря, там миллион просмотров в сутки, а стало 700 тысяч, ну как-то даже несерьезно. Я думал, что будет гораздо хуже. Поэтому только отечественные ресурсы. Среди отечественных ресурсов есть те, которым надо уделять первостепенное внимание. Например, телеграмм. Он самый главный, он самый бодрый, самый быстрый, тут работают всякие обезьянные штуки, у тебя телеграмм есть? Самый хороший, а потому что все побежали. Ну раз все побежали и тебе надо безусловно, да, вот канал построил, ну у меня все есть везде. Ну в каком-нибудь фейсбуке меня там тоже забанили и выгнали, ну там нет. Но вконтакт в моем понимании гораздо лучше. В фейсбуке у меня было 80 тысяч подписчиков, вконтакте 325 по-моему, то есть сильно больше, он удобнее и функциональнее и вообще в телеге полмиллиона как только канал забанили красота тут же все учетверилось сразу количество подписчиков. В общем работаем рутюм, ТГ, Оно множественное должно быть, нельзя чем-то одним ограничиваться категорически, надо столбить площадки везде и быть везде. Все, коллеги, давайте начинаем вопросы, ответы вопросы из зала. Поднимайте руку, даем микрофоны. Где-то сзади были руки, нет? Все не стесняемся. Девочка вот, давайте девочку, давайте мальчику. Надо было девочку уступать. Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут Владислав, я из города Санкт-Петербург. Помню, мы выступали на историческом фестивале Рекон неоднократно. Вот, и на сегодня у меня, наверное, к вам будет такой актуальный вопрос. Вы довольно резко выразились вот, в принципе, про украинскую нацию, про ее независимость на международной арене. Вот, такой вопрос. Должен ли существовать украинский народ как независимая нация, а украинское государство как суверенное государственное образование? Если да, то почему? Если нет, то что делать украинцам и тем из них, кто живет нашему государству? Спасибо. Должен, конечно, существовать. Против названной тобой украинской нации, я вот это, у нас как-то это обычно народом называют, нация, она какая-то с нацистами связана, я это не люблю. Должен существовать украинский народ, но он существует, мы это видим. Хоть сказать, что кто-то занимается геноцидом, ну кроме Соединенных Штатов, которые гонят их на убой, никто этим не занимается, только Соединенные Штаты хотят уничтожения украинского народа. Украинский народ совершил свой выбор, у них же демократия, которую они сильно любят и к которой они сильно стремятся, это они себе выбрали, Кравчуков, Ющенок, Порошенок, это они себе выбрали, это их элита обратилась к Западу и Запад с помощью этих дегенератов из этой прекрасной украинской нации построил сугубо враждебное нам государство с целью убийства российских граждан. И как ты думаешь, вот если вокруг тебя ходит человек с ножиком и говорит тебе, пожалуй, я тебя зарежу, в общем, я тебе как бывший милиционер скажу, относись к этим словам крайне серьезно, если кто-то хочет тебя убить, он и говорит об этом, он не шутит, он действительно хочет тебя убить, что с таким человеком надо делать, надо а, лишить его оружия, б, ну как-то это, нейтрализовать, чтобы он не представлял для нас угрозы. Ну так вот, если это ваш выбор, дорогие украинцы, если вы считаете, что вы должны привезти сюда войска НАТО, поставить ракеты и дружить с американцами и европейцами, а мы так не считаем, и жизнь устроена совсем не так, как вам кажется, вы думали, что вступление в Евросоюз это пенсия в 10 тысяч евро, кружевные трусики и вышиванка, нет, вступление в Евросоюз и НАТО это голод, холод и смерть, это ваш осознанный выбор, мы их это выбирать не заставляли, если они привели войска НАТО к нашим границам, вот они за это расплачиваются, при этом их убивают, да, убивают, ничего с этим сделать нельзя, это их осознанный выбор, перед тобой тоже, всю жизнь стоит выбор, ты постоянно что-то выбираешь, встать пораньше или валяться в постели, когда встал почистить зубы или в носу поковырять, сделать зарядку или дальше лежать, у тебя все время есть выбор, который, как правило, ведет тебя не туда, куда надо, вот и их выбор привел не туда, куда надо, лично мне их жалко до определенной степени было, но поскольку в массе они ведут себя как скоты, то жалости никакой нет, как только начались боевые действия, например, вот начались боевые действия, мне в день с Украины звонили по 700 раз с угрозами убить меня, мою жену, моих детей, моих внуков, забит весь почтовый ящик письмами с фотографиями убитых российских военных, там с роликами, где они мочатся на трупы, расчленяют, и это будет с тобой, с твоей женой, там и прочее, и прочее. Как ты считаешь на вопросах, как вы относитесь к украинцам? Точно так же, как они ко мне. Я считаю, что всю эту нацистскую мразь надо перестрелять безо всякой жалости, перевоспитывать их бесполезно. То, что их хоронят в промышленных масштабах, это на пользу им самим и нам тоже. Вот такое примерно отношение. Девушка. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я из Тулы, и сейчас у меня такой вопрос к вам, вот в данной ситуации делается упор на поднятие патриотизма и по большей части делается упор на молодежь. И у меня такой вот вопрос, сейчас же ввели, то, что еженедельно нам нужно поднимать флаг в учреждениях образования, исполнять государственный гимн. Насколько это эффективный метод и, по вашему мнению, какие есть эффективные методы поднятия духа патриотизма именно среди молодежи? Ну, лично мне, меня не так воспитывали, я не считаю, что надо по утрам распевать гимн, как-то от меня это далеко. Я вот к собственному стыду признаюсь, что нынешний гимн я не знаю. Советский знаю, это не очень хорошо, только где про товарища Сталина, это я помню, потому что в детстве это было смешно, вы про него не говорите, а мы будем про него петь, это было прикольно. Это коммунисты товарища Сталина отменяли, которые теперь страдают по поводу того, что про него плохо говорят, это они сами его отменяли, между прочим, коммунистическая партия. Вот. Ну, нас как-то не так воспитывали. Воспитание, с моей точки зрения, это когда тебе дают правильные книжки, например, и показывают правильные фильмы, это как вот искусство, входящее в мозг, так сказать, как на уровне подсознание, да, вот оно гораздо важнее, чем распевание гимна по утрам. Но это вовсе не значит, что не надо распевать гимн. Ну, если, я в этом ничего плохого не вижу, самое главное. И если какие-то уроки, там, не знаю, патриотизма, я там не был, я не знаю, что там говорят. Нам в детстве все время рассказывали про пионеров-героев. Кто такой герой в нашем, так сказать, российском понимании? Это человек, который отдал жизнь ради того, чтобы жили другие. Если это дети, которые погибли на войне, ну да, это для тебя серьезный пример. Что сейчас говорят, я не знаю, потому что у нас все коммунистическое выметено, а ничего другого в нашей истории нет. Ничего страшнее 20 века в нашей истории не было, и дай бог, не будет. Зачем это убирать, для меня непонятно. Ну, то есть, с одной стороны, ясно, эдак получится же, что коммунисты что-то хорошее делали, а такое говорить нельзя, у нас не так. Ну, а какие примеры? Сейчас вот пойдешь в магазин, совсем недавно было, знаешь, там зайдешь, там одна полочка с комиксами стоит, потом шкаф, теперь целые отделы, и дети-то на чем растут? Вот здесь человек-паук, тут этот пацан с резиновыми ушами, Бэтмен. Это их герои. То есть нам предстоит огромная работа над тем, чтобы сделать, поднять вот такой вот патриотический дух, то есть комплексно. Ну, естественно. Например, я бы хотел, чтобы мои там эти дети-внуки, ну, дети большие уже, есть комиксы про Василия Ивановича Чапаева, маршала Жукова, там, какого-нибудь матроса, кошку, нет, ничего нет. Почему? Наверное, если брать какие-нибудь только веселые картинки, которые... Да, почему, почему нет-то? Ну, потому что государство не размещает заказы, надо заказы размещать, людям надо платить деньги. Ну, кричат они там все, Россию не любят. Ну, так это даже товарищ Сталин говорил, когда ему жаловались на писателя Полевого, который написал повесть о настоящем человеке и беспробудно бухал, ему говорили, товарищ Сталин, окажите воздействие, как-то вот, вот что это такое, его надо гнать из союза писателей. А товарищ Сталин говорил, извините, других писателей у меня для вас нет. Их и сейчас нет, есть только вот эти. Надо размещать заказы, надо людей тащить, а детей надо воспитывать комплексно. От пения гимна ничего в башке не образуется. Книжки, фильмы, песни, вот, только так. Отлично. Следующий вопрос, вот девушка у нас в первом ряду тянула. Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут Пучик Жанин Екатерина, я молодой ученый, без двух месяцев инженер-химик и популяризатор науки. И вот мы говорили как раз таки про кино, да, здесь, и один из способов вообще продвижения разных областей науки и в том числе истории, политологии, это кино. И вот такой вопрос, смотрели ли, ну вот, я просто из недавних фильмов, которые смотрела, сериалов, это сериал «Спящий» и кино «Шугалей». Смотрели ли вы их? И если смотрели, то такой вопрос, как вы думаете насчет сериала и фильма? И можно ли рекомендовать их остальным к просмотру? И еще такой вопрос, почему его не распространили? То есть и сериал, и фильм в таком масштабе, потому что, например, сериал «Спящий», он входит в кинопоиск, но его так не пропиарили, как, например, те же беспринципные, киш сейчас современные, хотя это современный сериал и современный фильм «Шугалей». Спасибо. Сериал «Спящий» на мой взгляд отличный. Это редкий случай, когда режиссер «Быков», который ничего не понимает в общественном устройстве, вдруг снял нормальное кино. В чем потом каялся, стыдился, кричал, я не виноват, я больше так не буду. Позор вообще. Как же ты так? То есть ты не понимаешь, да, про что ты снимал, что тебя потом заколбасило. Я опять повторюсь, какое-то время служил в органах внутренних дел я не в ФСБ, но занимался примерно тем же самым, только среди уголовников. Считать, что внутри нашей творческой интеллигенции нет подобных персонажей, ну это просто безумие. Наша творческая интеллигенция во времена Советского Союза, вот знаешь, я когда-то когда-то работал водителем на грузовике, ездил на мясокомбинаты, на мясокомбинат, когда привозят животных, их там убивают. Они звери, они страшно боятся. Вот они чуют там запах крови, такой тяжелый, даже человеку нехорошо. А бараны, например, они страшно пугаются, сбиваются в кучу и никуда не идут. И тогда к ним выпускают специального мясокомбинатского козла, который там живет. Его никто не убивает, он ко всему привык. Выпускают козла, козел идет, а бараны, поскольку они привычные, вот когда вожак вперед идет, они идут за ним. Они молча идут за ним на убой. Вот это роль советской интеллигенции. Бараны это, вульгаризируя это советский народ, а вот это советская интеллигенция, которая повела свой народ на убой, не задумываясь. За деньги, за идеи, неважно, это гнусные твари, про которых, собственно, сериал «Спящие снят». Хороший ли это сериал? Конечно, хороший, отличный. Вот оно, ваше мурло. И там неудивительно, что такой дикий вой поднялся. Ай, что вы такое показываете? Ой, давайте не будем это смотреть. То, что слабо распространили, ну, не знаю, никто не мешает распространять это вот сейчас, заново. А теперь давайте свежими глазами посмотрите, когда многое открылось, и многое даже самым тупым стало понятно. Ну, опять-таки, наверное, распространением подобного занята все та же творческая интеллигенция, которая нехорошая про себя показывать не хочет. Вот. Хороший сериал. Что касается фильма «Шугалей», он просто слабый, как кино. То есть, живой человек, события с ним, да, ужасные события. Вот человек попал в такую беду, да, его там оттуда выручали. Кино слабое, оно вот не дотягивает абсолютно. Вот, походу, вспомнил про художественный фильм «Праведник», где советский коммунист, там, командир партизанского отряда, выводил из оккупированной территории Белоруссии евреев на территорию Советского Союза. И дело-то правильное, и, ну, святой человек фактически. А кино – дрянь, откровенная дрянь. Все кино, еврейский мальчик носит в кармане золотую астролябию, весом в полкило золота, и отказывается ее отдать для того, чтобы купили еды для стариков, женщин, детей. Для мальчика важнее астролябия, для советского коммуниста важнее люди, а для мальчика важнее астролябия. Кто прав-то? Большевик или нет? В кино нет, большевик нет. Мы хотим его праведника дать, потому что он спасал евреев, а мы не даем. Почему? По трем причинам. Первое – он коммунист. Я чуть со стула не упал, услышав, они придумали это вранье, там нет такого параметра. Но фильм абсолютно идиотский, а это наш, так сказать, талант снимает. Вот это они рекламируют со страшной силой. Все государственные каналы забиты рекламой этого самого праведника, а спящих как-то не очень. Хотя надо наоборот. Я с вами согласен. Спасибо большое. Давайте дальше. Давайте сзади. Давайте девушка. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Меня зовут Мирослава, я представляю Донецкую Народную Республику. Мы поговорили о фильмах, о сериалах, а я хочу задать вам вопрос о играх, к которым вы имеете непосредственное отношение. Скажите, пожалуйста, могут ли они стать способом пропаганды, здоровой пропаганды? И, к примеру, как вы относитесь к последней свежей игре Atomic Heart, которая, в принципе, наполнена символами и так далее. Является ли она уже способом пропаганды, несмотря на то, что ее сделали, как бы зарегистрирована на ней в Российской Федерации. И как вы к ней относитесь? Вот, в принципе, хотелось бы узнать ваше мнение о ней. Ну, прогресс скачет дикими прыжками, и мое поколение, например, мои сверстники вообще не понимают, чем я занимаюсь, я и объяснить не могу. Раньше я занимался игрушками, я строил игрушки. В 2006 году моя игрушечка срубила все наши национальные призы. Лучшая российская игра, лучшая ролевая игра, и что-то там третья, еще не помню. В общем, это наши игрушечные Оскары, и я в этом деле крупный специалист был. Взрослое поколение вообще не понимает, что это такое. Ну, это игра. То есть это что-то детское и что-то тупое настолько, что взрослый человек этим заниматься вообще не должен. Это неправильно, потому что вот если ты смотришь кино, то в кино ты сторонний зритель, и тебе показывают то, что вот сняли, оно не меняется. А в игре главный герой – это ты. Это ты всех убил, ты всех победил, ты спас мир, это лично ты. Тут почитал, здесь посмотрел. Вообще, оно совершенно несравнимое впечатление производит. Надо ли этим заниматься? Безусловно, точно так же, как и кино. Надо заниматься. У нас нет никаких капиталистов. Вот под все эти крики, знаете, вот там в Америке, там государство никуда не лезет, все это брехня. В Америке за каким-нибудь Warner Brothers'ом и Universal'ом стоит General Motors, точно так же, как стояло советское государство. Это они дают по 5 миллиардов в год, из которых там наснимают гору шлака и один Титаник, который окупит все вот это и принесет прибыль, или Гарри Поттера какого-нибудь. Вот. Но деньги дает General Motors, нельзя ничего снять вот на свои какие-то копейки. Там один такой талант был, Харви Вайнштейн, и того сожрали с дерьмом и больше его нет. А он талант был, вот в распознавании именно талантов как-то всяких Тарантино там и прочее. Ящик Оскаров насобирал там штук 100, наверное. Ну, это редкий экземпляр. Он всем врал все время. Они кусочек снимали, он ехал в Канн и говорил, пацаны, смотрите, мы вот такое кино снимаем, хотите вложиться, вкладывайтесь. Все вкладывались и после этого он ехал в США снимать кино. Он очень хитрый был, разумно поступал. Получались отличные фильмы, но он такой один. А так, Дженерал Моторс, ну и у нас то же самое. Только государство дает деньги. Почему оно не дает деньги на игры, понять невозможно. Вообще невозможно. Потому что все западные игры, они все против нас. Как американское кино, оно все сугубо антисоветское, а значит антирусское. Все. Русские это всегда дегенераты, злобные твари. Я помню, там когда-то вышло такой Company of Heroes, где отходящие советские войска сжигают советские деревни. Там поднялся дикий крик. Вы откуда этот бред взяли? А создатель игры показывает. Там такая стопа книг лежит. Да как? Это же из ваших книг. Александр Солженицын, Василий Гроссман и другие прекрасные персонажи, которые лгали беспардонно. А ты возразительно ничего не можешь, потому что теперь это же, понимаете, это же великие произведения литературы. Жизнь и судьба, сериал вам, пожалуйста. Солженицына в школе преподают. Ну, поздравляю. Надо ли этим заниматься? Конечно, надо. При этом, ну, я не знаю, я вот делал игрушку, не очень хорошо получилось, там призов не собрали и всякая такая игрушка про девятую роту. Вот Федор Бондарчук заснял кино, мягко говоря, странное. На самом деле все было не так. Ну, я написал злобную заметку, как на самом деле было. Нашел всех ветеранов, участников, опросил, пытался сделать документальное кино, но там в силу ряда странных обстоятельств не очень получилось. Но зато построили компьютерную игру. компьютерная игра про то, как вот, ну, там, в двух словах, там была операция по, так сказать, освобождению дороги в Хост в Афганистане. В ходе этой операции вот дорога, по ней войска идут, а на высотах сажали условно наблюдателей. Вот там на высоте 32-34 сидел взвод, там не рота сидела, взвод, там три взвода на трех высотах сидели. На них туда из территории Пакистана привезли душманов, которых теперь почему-то называют маджахедами, они маджахеды. Маджахед – это борец за веру. Советский Союз с исламом не воевал, например. Они все хором говорили, что если хочешь взорвать дом, на первое, надо внутри дома найти Коран, вынести его, отнести подальше, положить на видное место, приложить, придавить камушком, и только после этого взрывать дом. Это мусульмане афганские оценивали правильный поступок. Дом надо было взорвать, а вот то, что Коран не тронули, это абсолютно правильно. Вот. Ну, вот они там на высоте сидели, 400 человек душманов привезли, которые там полночи штурмовали эту высоту. Люди бежали на подмогу, то есть там с соседнего хребта сняли разведроту, которая спустилась, села на БТР поехала туда, потащила боекомплект, снизу шесть гаубиц всю ночь, ну, там не ночь, но достаточно долго, 600 снарядов туда засадили, но и погибло там, по-моему, шесть человек, это очень много, потому что вот в разведроте там за два года два погибло, а тут за один бой шесть, это очень много. Ну, вот у Федора Бондарчука почему-то убили всех. Ты зачем, ты говоришь, что это на основе, так сказать, реальных событий, у тебя убили всех. Зачем? Дальше слоган, последний крик, или как там, крик последнего солдата, никто не услышал, цитата из художественного фильма Рэмбо 2. Вы в своем уме вообще там, а не хотели, чтобы их любили. Вы, что у вас там в башке-то вообще? Сделали компьютерную игру, завершая, так сказать, где восстановлены события, так, как рассказывают участники. Сидишь, ты воюешь от лица советского солдата, пулеметчика, автоматчика, снайпера, гранатометчика, там все по очереди, так сказать. Все восстановлено, так сказать, с документальной точностью. При этом там нельзя воевать со стороны душманов, их можно только убивать. Это враги, и их надо убивать. Вот такая правильная игра. И это мы делали с конторой 1С. Получилось технически не очень, там опять-таки в силу разных обстоятельств, но тем не менее вот она есть. Надо ли для российской школы изготавливать игры, например, про восстание Емельяна Пугачева? Как только ты поиграешь за Емельяна, ты же прекрасно запомнишь, как ты всех перебил и перевешал там из раз. Надо ли дать возможность поиграть со стороны российских военачальников, которые это подавляли. Но в данном случае, я считаю, надо. Когда ты в игре получается, ты непосредственный участник всех событий, отлично все запоминается, разбирай на уроках на здоровье, кто мешает. Но вот сейчас государство наконец-то проснулось, для этого надо палкой по башке получить, и делают игру про смуту, например. Но мы с нетерпением, мы с большим интересом смотрим, ждем, мы с Клим Санычем уже оживились, нас туда подтянули, мы с ними дружим, скоро будет интересно. Так что да. Коллеги, здорово. Давайте вот зайти, молодой человек. Дмитрий Юрьевич, категорически. Вопрос. Смотрели ли вы фильм «Лучшие в аду», который посвящен событиям в Мариуполе от той же компании, что снимал «Солнцепёк», «Туристы» и так далее. И как вы вообще оцениваете именно посыл фильма? То есть справились ли скажем так авторы с задачей, учитывая, что там вместо россиян и украинцев бегают белые и желтые, как страйкболи. И вообще, если можно продолжить вопрос, следует ли нам уже начинать снимать кино про СВУ? Ну я все эти фильмы смотрю. Мне по работе надо, я с этого деньги зарабатываю, поэтому я их смотрю. Никакого счастья не испытываю. Вот, пошел смотреть. Я минут десять не мог понять, это про что? Про каких-то страйкболистов или на самом деле, мягко говоря, очень спорное впечатление производят. То есть это оказывается война. Эти оказываются с белыми повязочками, а эти с желтыми. Говорят все абсолютно одинаково. Я отмечу, что у противоположной стороны никакого акцента нет. они абсолютно одинаковые. Они все такие мегапрофессионалы, вот застрелиться. Это такое соревнование между профессионалами, в ходе которого сорокалетние мужики и дохнут натурально как самураи. То есть уже мертвые фактически. Поэтому все бегут и умирают. Ради чего? Чтобы кто-то залез на девятый этаж, увидел три пушки, вызвал самолет, а пушки уехали. Это про что было? Я, честно говоря, не понимаю. Мой дед до Берлина дошел, и мой до Берлина дошел. Ты о чем? Что ты бровишься тут? Дурак что ли? Это нацисты. Ты не понимаешь? Нет, что ты тут показываешь? Это соревнования у тебя каких-то профессионалов? Ты в своем уме вообще? И у меня вопрос, не вы в курсе вообще? Зачем люди идут в частные военные компании? Я могу дать ответ. Деньги зарабатывают, туда не идут для того, чтобы подохнуть во время штурма какого-то девятиэтажного дома. Это о чем было вообще? Или мне вот как мальчику условно предлагают смотри как круто. Смотри. Видал как стреляют, прыгают, взрывают. Вообще круто, слов просто нет. Снято отлично. Крепкая пятерка, настоящие взрывы, безумная пальба, снято очень круто. Смысла только никакого нет. Вообще никакого содержания там нет принципиально. Но я так подозреваю, что именно такое было желание заказчика. Покажи вот так, что это профессионалы соревнуются с профессионалами. Какие на войне соревнования, я вообще не понимаю. За что подохли-то? Они именно подохли. За то, чтобы подняться на девятый этаж, а три пушки уехали, а там взвод положили. Зачем это было? А кто командир? Кто это вам такое устроил? Вы что тут делаете вообще? А деньги где? Чушь вообще, ни о чем. Точно так же, как и все предыдущие все эти туристы, как там, санцепек, они как кино очень и очень слабые. Почему для меня загадка? Я бы мог объяснить творцам, что там надо делать. Ну, как-то вот так печально. Коллеги, давайте еще парочку вопросов, потому что у нас скоро уже завершение. Добрый день. Кирилл, Тульская область, региональный центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан Тульской области. Дмитрий, у меня к вам следующего рода вопрос. Каким вы видите исход текущей ситуации на Украине? И какой бы вариант развития событий был бы для вас идеальный? Какой вы считаете все-таки будет более реалистичный? Не знаю. Мне разведстводки на стол не кладут, я не понимаю, что там происходит. Заявленные цели демилитаризации, деноцификация, они мне, как и всем, понятны. Демилитаризация, я понимаю, что такое, как там деноцификацию производить, я не знаю, что они там делать собираются. Это знаешь, как по телевизору показывают, как наши военные ходят, вот здесь украинское расположение в украинской школе, посмотрите, здесь лежат украинские учебники, боже мой, вы гляньте, что в них написано. Хочется спросить одно, ты свои-то учебники смотрел? Нет? Ты не поверишь, там написано примерно то же самое. И что мы там собрались деноцифицировать? Я теряюсь. То есть, если у нас там колчаки, врангели и прочая сволочь, которая на службе нацистов была, если вы считаете, что это у нас национальные герои, им памятники стоят, что вы там собрались этим-то рассказывать, это непонятно. В плане военном, ну, как мне кажется, а, надо дойти до Днепра, это раз, и дойти по берегу Черного моря до Приднестровья. То есть, эти остатки Украины должны остаться на правом берегу, должны быть отрезаны от моря. Это, так сказать, задача минимум. Что из этого получится, я вообще не понимаю. Спасибо. Да. Но должно быть именно так. Давайте следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Дарья, Донецкая Народная Республика. У вас в одном из выпусков обсуждалась книга Корнилова «Донецкая Криворожская Республика. Расстрелянная мечта». Как вы считаете, передача Донецкой Криворожской Республики в состав новосозданного СССР это была ошибка или это все-таки была попытка как-то усилить новосозданную республику? Мы в настоящее время обладаем так называемым постзнанием. Мы видим, что из всего этого получилось. Можно ли было это видеть и понимать тогда, я очень сильно сомневаюсь. При том, что там типа вот живые люди, среди них, среди тех, кто делал революцию и строил советскую власть, была масса украинцев. Я к украинцам отношусь с глубоким уважением, как и ко всем остальным. Вот они это видели так. Можно ли было сказать, прекратить разговаривать на украинском языке? Это не Украинская Республика, а Советский Союз. Внутри Советского Союза всем плевать было там на границы, разделения, это никому было неинтересно, это была единая страна. Украинский язык, да, национальную культуру надо развивать везде, в Таджикистане, в Эстонии, на Украине неважно. Теперь говорят, что посмотрите, к чему это привело. Нет, к этому привело совсем другое. Советский Союз, это условно здание. Советского Союза не стало, вы взяли, сокрушили все несущие стены, здание разваливается, а вы орете, вот у поясовки плохо построили. Зачем вы это ломали? Ну, абсолютно другое устройство страны, идеология другая, строй другой, конечно, все развалится, а как вы хотели? Ну, вот развалится, и границы сразу вредные стали, неправильно границы проложены, ну, так а зачем ломать-то было? Какая в этом выгода для народов, населяющих Россию? Если сейчас отправиться на Украину и спросить вот этих, вот где там кладбище до горизонта, нормально получилось, нет? Хорошо проголосовал, правильно ты все делал, да? Вот там только вой, слезы, катание по полу и выдирание волос. Мы не думали, что так получится, а мы думали, вот глядя на это, а мы думали, мы вам сразу, мы в 14-м году говорили, что будет война, если вы хотите НАТО, НАТО заходит только для войны с Россией, ни для чего другого. Не-не-не-не-не-не-не, тут все забоятся, мы Россию победим и запануем, тут вообще все будет хорошо. Ресурсы из России потекут через нас, а мы ничего не делать будем, мы зарабатывать деньги. Получилось? Нет. Ну и тогда точно так же. Мечтали об одном, а получалось совершенно другое. Это сейчас легко смотреть и говорить, вот здесь ошибка, там ошибка. Ну, за все, увы и ах, в этой истории приходится платить кровью, в том числе и за это. Коллеги, еще вопросы? Еще есть? Еще два? Здравствуйте, меня зовут Олеся, я из города Воронежа. Подскажите, пожалуйста, слышали вы что-нибудь о иммерсивном киноспектакле «Вежливые люди» романа «Разума» и если слышали, то как относитесь к подобным мероприятиям? Не слышал, не знаю, я в театр не хожу, извините. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос, молодой человек спереди. Здравствуйте, меня зовут Матвей Трофимов, я из Старого Оскова. Скажите, как вы придумали свое приветствие? Мне всегда казалось, что это из художественного фильма «Дела давно минувших дней» было такое, советское кино, там был такой товарищ индустриальный, такой придурок, коммунистический, ну, юмористический персонаж. Мне казалось, что это он все время выходил и говорил, я вас категорически приветствую. Оказалось, нет. Оказалось, это из другого кино, которое я не видел. вообще-то, но это придумал не я, нет, просто так. Спасибо, просто очень вирусное. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, меня зовут Алина, я из Луганска. Для анализа происходящих событий обычно смотрят две стороны, анализируют и докапываются до истины. Хотелось бы узнать ваше мнение, как вы думаете, стоит ли сейчас читать украинские СМИ или там сплошная нездоровая пропаганда? И насчет пропаганды, чем, если одним словом сказать, цель пропаганды России и цель пропаганды Украины. В чем отличие? Спасибо. Ну, смотря кому стоит. То есть, у нас, как это, есть известная шутка такая, вот Россия проиграла в информационной войне, а она на нее просто не пришла. и все, ха-ха-ха, а она не пришла, как смешно. В спорте, если ты не пришел на соревнования, это техническое поражение считается. В общем, ничего смешного в этом нет, раз вы туда не пришли. Но, надо ли читать? Вот у нас считают, что достаточно генерал Коношенков выйдет, короткую сводку зачитает, и этого достаточно. Если за ним внимательно следить, например, ставить отметки на карте, где кого разбомбили, где продвинулись, где отошли, внезапно становится понятно, через некоторое время, что гражданин Коношенков все время говорит правду. Вот такие сводки. Но он скучный, не прыгает, не кривляется, песен не поет, там, тик-токи не снимает. А люди привыкли к дикому напору информации. Ну, Коношенкова посмотрели, хорошо, но мало. А куда еще пойти? В украинские СМИ. Ну, а там тебе расскажут. Там все, начиная с Толика Шария и заканчивая неведомо кем, там все одно и то же. По заказу ЦРУ строчат, не покладая рук. Они же не таятся вообще. Вот ЦРУ руководит этой ЦИПСО. ЦИПСО, организовав огромное количество так называемых блогеров там и прочее, бомбят, натурально бомбят. Это поток лжи и брехни, самое разнообразное идет. А как от этого оградиться? Никак. Не ешь. А граждан в этом убедить нельзя, невозможно. Они все равно будут ходить, читать, а поскольку, поскольку мозги не работают, люди в основном все воспринимают эмоционально, мозги отключаются при этом. ну да, смотри, эти же, но они же не будут врать. Как не будут? Они только этим и заняты, они врут постоянно. И получается, вот сталкиваются две, так сказать, точки зрения. С одной, Россия, которая молчит и как-то крайне скупо говорит, а с другой стороны, Украина, которая фонтанирует натурально этим добром. Как людей убедить не ходить и не читать? Да, и то, и другое. Это пропаганда. Пропаганда, это, кстати, по-русски распространение. То есть, когда некие идеи, мысли распространяются. Ничего плохого в пропаганде нет. Но только наша пропаганда хорошая, потому что она хотя бы за нас. Может, топорная, может, какая-то неискусная, так она за нас и вреда нам не несет. А тамошняя, отвратительная, она направлена на развал и уничтожение нашей страны. Верить ей ни под каким соусом нельзя. Все, что украинское, все сразу штамп, брехня, верить этому нельзя. Как противостоять? Ну, я не знаю, я не верующий, но у верующих есть хорошая присказка. Промолчи, и сатана восторжествует. Вот, я не молчу, забарываю сатану. И вы точно так же делаете. Ребята, давайте девушку тоже здесь и тогда туда. Немножко отойдем от серьезного. Меня зовут Даша, я из Ижевска, и я больше за юмористический контент, который продвигает позитивные мысли массы. И я вспомнила, что был, завирусилось в ТикТоке, мем небольшой от вас. Спасибо, Клим Саныч, вы, наверное, в курсе. Как вы считаете, это позитивный пиар для вас или нет? Конечно. Все, что смешное, все позитивное. Их много, их так много, что я не могу уследить просто. Большинство картинок рисует моя... Картинок. Рисует моя знакомая девочка, которая крайне положительно ко мне относится, там в них ничего оскорбительного нет. Самая известная картинка, где я там давлюсь чаем, там... Из ролика отрезано вообще. Это специальные кривляния, так сказать, которые именно для веселья, они все смешные. Это страшно узнаваемый образ со всех сторон, и на картинках, и в ТикТоках. При этом те, кому интересно побежать посмотреть, что же я говорю, для них это большая неожиданность, когда они начинают слушать то, что я говорю, и в общем-то, я не знаю, с моей точки зрения, я никого ничему плохому не учу. Возможно, в исключительно грубой форме, но мальчикам по-другому непонятно. Их бить надо все время, для того, чтобы доходило. Бить я их, к сожалению, не могу, в силу ряда причин все далеко, а так было бы еще эффективнее. Вот. Поэтому только на пользу, да. А пришел ли к вам приток новых подписчиков после этого? Так, я ж не вижу, не знаю. У меня вот в Ютубе, если статистика Ютуба, то у меня 97% подписчиков мальчики, девочек практически нет, исчезающие мало, их там чуть-чуть до 5% доходит, и все. В основном мальчики. Вот. Наверное, приходят. Не знаю. Спасибо. Да, давайте, коллеги, еще. Давайте на то участь. Я думала, уже обедать никто не хочет, да? Здравствуйте, София, Горд-Ризайн. У меня такой вопрос. Вот не так давно Международный Олимпийский Комитет выпустил ряд требований по допуску наших спортсменов на международные соревнования. Эти требования включают в себя белую нейтральную форму, никакой ассоциации с Россией вплоть до репостов в социальных сетях, статус нейтрального атлета, и также там даже подпись документов, бумаг о своей позиции. И очень много дискуссий в интернете. Некоторые говорят, что мы уже два олимпийских цикла выступали под нейтральным флагом, но все равно все знают, что мы из какой страны. Вот интересно ваше мнение, что делать в этом случае, сказать международному олимпийскому контенту категорическое нет, порвать все, наверное, связи для переговоров или пытаться смягчать эти требования и выступать под эгидой соревнований Международного Олимпийского комитета. Оно не так работает. То есть телевизор все представляет неправильно. Подлый Олимпийский комитет. Сразу вопрос, а почему он подлый? А потому что у вас нет никакого влияния внутри этого Олимпийского комитета. Вы не считали нужным давать им деньги и внедрять своих людей в управление. Потому что идиоты стояли у власти, которые считают, что это у нас ресурсы, мы все продадим и вот все это нас любить будут. Нет, вас все ненавидят, а ресурсы у вас хотят отнять. Если вы не понимаете, как это работает, вас надо гнать из власти. Вот мы видим два примера. Номер один Олимпийский комитет. Отменим Россию, спортсменов не пустим, запретим выступать под российским флагом. То есть об Российскую Федерацию натурально вытирают ноги. Почему? Потому что Соединенные Штаты так сказали. А почему слушают Соединенные Штаты? Потому что там сплошные шестерки США внутри Олимпийского комитета сидят. Потому что США дает деньги. А значит США управляет Олимпийским комитетом и использует его в своих интересах. Как же так? Вы, люди, которые вот этим нашим спортом занимались, вы не понимаете, как это работает? Вы идиоты, вы медицинские идиоты. Вас нельзя пускать в управление этими вещами. Есть второй такой же в нашем православии. Сид какой-то баран в Анкаре, бывший капитан турецкой армии и управляет нашим православием. Раздает какие-то томасы, еще чего-то. Вы что, денег ему привезти не можете? Вы не можете его склонить к сотрудничеству? Вон из профессии. Вы профессионально непригодные. Вы не можете организовать работу своих контор. уже дошло до того, что ООН и тот против этой организации, и та против нас. Как это так получается? Элементарно. Американцы платят деньги и диктуют свою волю. А вы? А вам это не надо было? То есть, товарищ Сталин, мало того, что Российская Федерация имела место в ООН, Украина и Белоруссия, если я правильно помню. Украина точно в ООН была. Да, да, да. Как это так получилось? Вот этот тупой кровожадный тиран до этого додумался три места себе организовать вместо одного. А вы все профукали. А как это так получается? Что это за идиоты стоят у руля? Как это так? Таких людей вообще быть не должно. Если вы не понимаете, как устроена жизнь, если вы не понимаете, как организуется влияние прямое, непрямое, что это такое? Ну, сколько можно, елы-палы, имея такие бесконечные патроны фактически, а все вот так. Ой, наших спортсменов не пускают. Да нельзя туда ездить вообще ни под каким соусом. С точки зрения государства это национальное унижение, а вы в этом участвуете. Ну, как же так? Спортсмены тренировались, потратили там жизнь, здоровье. Поздравляю, есть известная шутка, а войска РВСН ракетные, они тоже всю жизнь тренировались, чтобы запустить ядерные ракеты по США. Не получилось, жизнь прошла мимо. Я бы тоже хотел увидеть, как США в пламени ядерного огня сгорит. Ну, как-то вот не получилось, представляете? Все неправильно, все должно быть не так. Таких людей в нашем спорте, которые руководство и довело вот до этого, быть просто не должно, всех гнать. Что с этими допингами, шмопингами разобраться не могут, то вот эти спортсмены, это безобразная картина вообще, а спортсмены в этом участвовать не должны. И даже если кому-то хочется, вот давай поучаствуй и до свидания. Ищи счастье в другом месте. Коллеги, давайте еще буквально три вопроса и все, и завершаем. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Мораликов, я приехал из Кирсонской области. Я хотел узнать у вас, вот сейчас произошла, происходит ситуация с Киево-Печерской лаврой, ужасы в Черновицко-Буковецкой гепархии. Я хотел у вас узнать, вот что там происходит с православием, с церковью и для чего это нужно. Да все то же самое, что и везде происходит. Точно так же, как запретим говорить на русском языке, есть же запрет говорить на русском языке, пока эти твари нацистские орали, да что такого, дома говори как хочешь, а это державная мова, будешь размавлять, как мы тебе скажем. Ну, и что получилось, здесь вам русский язык запрещают, тут вам православие запрещают, мы 30 лет этим не занимались вообще, наша дорогая страна, этим не занималась Украиной вообще. Недавно выступивший начальник внешней разведки сказал, что внешняя разведка российская на Украине не работала и не работает, как в стихе, тут и сел старик, как это так, ФСБ там работать не может, а внешняя разведка нет, не работает, поздравляю, это же натуральный штурм крепости, здесь ворота ломают, здесь на стену лезут, тут подземный ход роют, чтобы бочку с порохом заложить и стену взорвать, тут русский язык отменяют, здесь у вас церкви отнимают, это же все, так сказать, звенья одной цепи, всем этим надо было заниматься, никто ничего не делал, никто ничем не занимался, ну вот, пожинаем увесистые плоды, вот этот придурок в Константинополе, говорят, тут недавно часы где-то украл, не знаю, шуточная новость был одет, что его поймали, часы какие-то уворовал в магазине, такой замечательный персонаж, сидит там какие-то томасы раздает, от чего страдают эти самые наши православные, которые на Украине живут, а ничего, никто ничего сказать уже не может, и при этом Киево-Печерская Лавра это уже край вообще, а сколько до этого они церквей отжали, ну про это так скупо что-то говорят, так оно уже повсеместно идет, и повсеместно происходит, что делать-то, ну вот, теперь благополучно закончилась войной, если не нужна была какая-то мягкая сила и правильное дипломатическое воздействие, ну теперь боевые действия поздравляем, дай бог, чтобы закончилось в нашу пользу. Так, коллеги, последний вопрос, а то уже надо и сфотографироваться, и покушать. Давайте, еще? А, ну и все, все, и тогда и завершаем. Дмитрий Юрьевич, спасибо большое, коллеги, спасибо! Всем спасибо! 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 Спасибо!